Здравствуйте! В эфире программа фальсификации и разоблачения. Присвоение чужой культуры и истории является ключевым элементом армянского мифотворчества. Пытаясь создать суррогат национальной идентичности, армяне зачастую прибегают к неприкрытому воровству. Об этом мы поговорим сегодня с директором Центра Истории Кавказа Резваном Гусейновым. Здравствуйте, Резван Малин. Здравствуйте. Стоит отметить, прежде всего, что речь идет не о заимствовании, а именно о присвоении. Чем обусловлена это, назовем ее так, армянская клептомания? Мы с вами уже не раз касались того, как формировался армянский этнос, кто помогал в формировании армянского этноса. Что это сугубо политический проект, что это проект, в рамках которого представители различных народов были объединены вокруг сперва армянского вероисповедания, затем вокруг армянской национальной идентичности. Затем нужно было заполнить новый придуманный народ, который якобы является древним. Он стал претендовать на определенные территории, географический ареал Турции, Ирана, Азербайджана, Кавказской территории. После того, как была осуществлена ползучая оккупация, в частности, азербайджанских территорий, нужно было придумать и объяснить, почему на этих территориях, почему у армян ничего своего нет. Провисал культурный контент. Провисал, совершенно верно, очень верно. То есть придуманные книжки древние от этих Моисеев Харенских до Месропов Маштоцев, придуманные персонажи, придуманная история, придуманная география, придуманные битвы. Все это уже было внушено народу. Но провисал, как вы верно отметили, возникал вопрос, почему у такого древнего народа нет своих песен, почему у них песни тюркские, персидские, курдские, почему нет своей кулинарии. Почему нет своих обрядов, почему даже погребальные, такие, скажем так, очень знаковые обряды, как погребальные ритуалы, почему свадебные обряды, они взаимствованы в основном азербайджанцев, в соседних народах. Эти все почему мешали и не позволяли до конца, скажем так, оккупировать мозг самого армянского народа. Поэтому, особо не думая, идеологи армянского национализма, в чем, кстати, опять-таки немалый вклад такого кремлевского деятеля, как Анастас Микоян, в советское время, нехитро думая, они стали просто переначивать, присваивать наследие соседних народов. Поэтому объектом присвоения в основном стала азербайджанская культура, кулинария, песни, обряды. Просто их называли по-иному, а иногда даже не меняя название, как, допустим, в случае с танцем кёчари. Это все присваивалось. При этом особо не заморачивались по поводу того, как объяснить армянам, почему элементы этой культуры, названия, обряды никакого отношения к армянам не имеют, к армянскому народу не имеют. Сейчас на данном этапе идет такая, значит, дальнейшая игра в этом направлении. Вдруг армяне поняли, что и в археологии большая слабина, и начали везде копать, в том числе на оккупированных территориях, находить различные, допустим, кувшины, посуду, остатки одежды или еще что-то, и привязывать это к тем культурным обрядам, кулинарии, к тому, что они у нас присваивают. Это им позволяет придумывать новые названия для этих элементов. То есть эта порочная практика продолжается по сей день. Да, то есть придумывая новые сфальсифицированные названия для кулинарных блюд, придумывая названия для танцев, ссылаясь на археологию, на какие-то древние непонятные придуманные книги, на каких-то специалистов, которые вдруг начинают вспоминать, что, а вы знаете, вот это называлось не так, а иначе, они сейчас вот подтирают этот пласт, то есть следы своего преступления они подтирают. Вот мы с вами как бы коснулись первопричины того, почему армяне вынуждены присваивать культуру, потому что они сами были частью этой культуры. Они формировались в рамках тюркской азербайджанской культуры, они ели нашу еду, танцевали под наши танцы, у них свадьбы были под наши песни, они хоронили в рамках наших ритуалов и обрядов. И в советское время армяне, армянские эмиссары, проникая в азербайджанские села или в албанские села заброшенные, перебивали надписи на могилах, стирали прежние надписи «Орнамент» и сверху выбивали армянским современным шрифтом названий, чтобы претендовать, в том числе и на кладбище, то есть на эту культуру тоже надо им претендовать, показать, смотрите, мы здесь многие века были. Вот мы с вами как бы коснулись этой темы, но при этом я думаю, что больше всего, наверное, сейчас у всех на языке или на виду присвоение нашей кулинарии, культуры и песен. Почему именно на этот сегмент в основном делает упор армянская сторона? Все очень просто, потому что пропаганда культуры является одним из фундаментальных, скажем так, предметов информационной войны и преподнесения народа. Мы знаем, что какое сейчас влияние на массы, на умы людей оказывают песенные конкурсы, кулинарные передачи, безусловно. Учитывая это, поэтому армянская сторона должна заполнить эту нишу и не зря же сейчас на, в том числе, российских телеканалах, зарубежных телеканалах, вдруг появилась масса армянских кулинаров, которые подсознательно внушают зрителю, да, что вот смотрите, какая у нас древняя культура, у нас есть долма, у нас есть много чего, у нас есть имам Байалды, у нас есть Бадамджан долмасы. И российский зритель, обыватель уже не знает, что это тюркские названия, что это азербайджанская культура, что тандир, лаваш не могут иметь отношение к тем гайканам, потому что это кочевая культура, чтобы в основном этим пользовались кочевые народы или те народы, которые вели полукочевой образ жизни. Или же армяне тогда должны признать, что они тоже являются частью кочевой культуры. То есть, вот это мы с вами знаем, мы с вами должны доносить, а большей части мира это неинтересно, и они на лету схватывают эту ложь армянскую, и формируется мнение, что ну да, нормально, Тигран великий до нашей эры готовил долму, ел лаваш, играл в дудук и сидел у тандира на армянских коврах. Вот это основная цель армянской пропаганды, посадить Тиграна на азербайджанский ковер, дать ему в руки долму дудук и показать, вот смотрите, вся эта культура с античных времен принадлежит армянскому народу. Я думаю, что эта ложь долго на ногах не будет стоять, и мы просто обязаны везде об этом говорить и объяснять все элементы этой лжи. То есть, если мы составные компоненты показываем, очень просто, то любой маломальский осведомленный человек, он поймет, с какой ложью он столкнулся и какую цель преследует эта ложь. Культура каких других народов также стала объектом узурпации армян? Ну, учитывая, что армяне далеко не забегают, они обычно присваивают у соседей, кроме азербайджанцев они соседствуют с грузинами, поэтому последние годы грузины столкнулись с той же проблемой, с которой сталкиваемся мы. Оказывается, виноделие появилось на территории Армении. Кто бы мог сомневаться, кто бы в этом сомневался. Оказывается, археологические раскопки на территории Армении доказывают, что первые культурные сорта винограда появились на территории Армении, что армяне первыми стали вино производить, что армяне культуру питья вина распространили вплоть до Древнего Рима, что еще в период неолита 5-6-7 тысяч лет назад армяне уже готовили, употребляли вино, и что грузины присвоили, отняли у древнеармянского народа культуру виноделия. При этом они идут дальше. Известные сорта грузинского вина, Саперави и другие, уже представляются на мировом рынке, как армянские вина. Их производят в Армении, на них наклеивают соответствующие этикетки. И я обратил внимание, что грузинская сторона фактически не может с этим бороться. Да, конечно, идут суды, грузины судятся с армянами на уровне международных инстанций, но факт то, что вино продолжает продаваться очень удачно, и те, кто заливает это вино себе в горло, они запоминают, что это армянское вино, что армяне самые древние виноделы, что хачапури оказывается армянское, что и другие блюда грузинской кухни оказываются взяты у армян. То есть фактически соседшие с армянами народы должны это понимать, что лахмаджун турецкий оказывается это армянский, суджук бастурма армянская. То есть я думаю, что рано или поздно, если соседствующие народы, то есть азербайджанцы, турки, грузины, иранцы объединятся и приложат небольшие усилия для того, чтобы довести до мирового сообщества причину и суть армянской фальсификации, мы их быстро разоблачим. Есть, конечно, некоторые элементы на уровне Венеска, нередко тюркские государства, даже Иран объединяется, и мы даем понять, что долма, допустим, вовсе не армянское блюдо. Но нужно углублять вот эту координацию и вести информационную борьбу, не просто азербайджанскую, а показать, что смотрите, ну, вокруг десятки древнейших государств и народов. Почему один народ должен присваивать? Почему мировое сообщество потакает? Вот что очень важно. Почему потакаете им? Какие долгоидущие, долгоиграющие цели преследуют те покровители, которые закрывают глаза на то, что армянская сторона протаскивает на уровне международных организаций ложь? Благодарю вас за очень интересную беседу. Спасибо вам. Нашим гостем был директор Центра истории Кавказа Резван Гусейнов. Всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин